Добрый вечер, мои любимые. Я не вам. Мы приехали. Смотрите, какие красивые цветочки. Мама, на окне. Красота. Я уже помылась, а Юлька пошла с хорой гулять в лес. Сейчас прогуляются немножко, чтобы хора так капельку освоилась. Чего она себя нормально вообще ведет. Смотрите, какой у нас вид из окна. Там высотные дома. Здесь река. Вот здесь частный сектор. То ли дачи, то ли что-то. Не знаю. Вот. А я помылась и лежу, короче, отдыхаю. Все так. Бардак. Начала немножко разбирать вещи. Но у меня, правда, уже сил нет. Разбираю, разбираю. Сюда складываю в шифонер и сюда вешаю. Вот. Водичка из колодца. Еще есть. Я съела шарлотку. И Юлька говорит, ешь рыбку. С этим, с картошечкой. Я что-то вообще не могу есть. Съела кусочек шарлотки и попила. Так разболтала. Варенье с водой. Сливовое. Так классно. Устала вообще. Врубаюсь. Реально. Наверное, сейчас посушу башку. И посплю. Не знаю сколько. В общем, мы доехали. Все хорошо, мои любимые. Спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии прекрасные, за ваши пожелания. Вот это мы здесь делали ремонт. Вот это все красили сами. Сдирались с Юлькой обои. И все вот стены здесь красили. Это сестричка рисовала Юляхина. И тут тоже она рисовала. А, это Юлька рисовала. Это Юлька. Там вон Юлька с сестричкой. И там вон Юлька маленькая. Вот. Представьте, вот это все вещи наши с Питера. Там вон картины. И все, все, все. Вот тут вот в коробке все Юлькины картины. Целая пачка. Тут где-то мой рисунок был. Не знаю, куда делся. Тут висел на стене. У нас тут телевизор появился. Его здесь не было. Ну, в общем, мама купила мое кресло тут. С Питера. Викинг. Это все картины Юлькины. Целая пачка. Все вот это вещи. То все наши вещи там наверху. Картины Юлькины тоже. Это картины. Так что добрались мы. Все хорошо. Всем огромное спасибо. Вот подушечки с этого дивана. Это мы здесь были, когда покупали диван этот. Ну, как, мама покупала? Ну, типа нам. Какая здесь осень. Желтенькая. Красота. Не знаю, гулять точно сейчас не пойду. Очень-очень устала. Я эти вещи еле дотащила на пятый этаж. Красота. Юльки этот самый, как он там называется, Мольберт или что это. Вот на нем она будет писать наш Юлий Цезарь. Ай, что-то его отвернули. Блин. Надо его отвернуть. Привет, дорогой. Как тебе тут? К стенке тебя поставили. Блин, я там оторвала. Надо залезть и сделать силу на этот. Ну, в общем, начала наводить порядки. Красота. Доехали. Сегодня будем перебирать вещи, отдыхать. Я уже помылась, стирать все. Что привезли там, постельное белье, наши вещи. Вот. А завтра уже пойдем смотреть Великий Новгород. Хорошенький, нежненький. Мы зашли, мама говорит. А где же кисонька? Я говорю, так убежала. Хора вышла, выпустила ее. Так расстроились с Юлькой. Звали, звали его. Я залазила туда на крышу. Нигде нет. Куда он чухнул. И потом приехал водитель. Еще полчаса ждал. И мы уехали не половина второго, как положено. А уехали в два часа. Потому что он полчаса еще ждал. Пока я поймаю котика. Он засранец даже не пришел. И мне тоже пишут всякие комментарии. Какие-то из своих умов. Из своих желаний. То, что люди хотят видеть. И там еще что-то. Кто-то. Кузя мне написал. Ты предательница. Короче. Отписываюсь. Еще что-то. Ну, это твое представление. Отписывайся. Молодец. Вот. Еще кто-то там писал, что бросила котика. Не знаю что. Но в основном все пишите, что все так, как происходит. Так, как должно быть во всем божественный план. Значит, так надо. Все, что не делается, к лучшему. Значит, ему там лучше, чем тут. В этой. В квартире. Там он на свежем воздухе. И климат другой. Теплее гораздо. И он, и мышь, и крыс, и птиц. И все уже ловит. Подрос. Ну, мне правда так грустно. И эта хозяйка тоже позвонила. Ну, вернее, писала голосовые сообщения. Где ваши щенки? Вы там что мне их побросали? Как люди нас видят вообще? Жесть. Я говорю, нет. Мы всех их пристроили. Все живут с хорошими людьми. Вот. Дом твой вычистили. Мы пришли вообще не в такой дом. Все закрыли. И у тебя еще наш залог. Так что не надо тут кричать. Она, короче, пишет эти самые. И в повышенных, короче, тонах. Где ключи? У меня там человек есть. Он бы мог прийти ключи забрать. Я говорю, так если у тебя там есть человек, ты приезжала, и мы там столько. Почему что нам не сказала? Не знает, короче, чего ответить. В общем, люди делают только так, как им удобно. На всех остальных забивают. И думают, что и мы точно так же будем. Я с собой собирала его. И рюкзачок ему собрала котику. И туда постелила этот самый футболочку. И приготовила у меня до сих пор в курточке в кармане веревка, чтобы его так привязывать за животик, если писать захочет в дороге или еще что-то. и взяла с собой еду и мою, и все. А люди начинают всякую фигню писать из своих фантазий и представлений. Ну, наверное, они так сделали бы, бросили бы. И думают, что я так тоже бросила. Типа нафиг не надо. Что за фигня? Непонятно. А, и кто-то написали. Не мудрено. Детей своих бросила. Откуда ты знаешь, кто тебе сказал, что бросила? Ты так видишь. Все тем более рассказывалось, что никто никого не бросал. Что у меня забрали деток. Что я с ними побежала в посольство. Я делала все, чтобы дети были со мной. И у меня всегда это было. И когда дед, свекор, предлагал мне деньги, хотел купить у меня Катечку, когда я только-только ее родила, для своей дочки, у которой нет детей, которая в Америке живет. Я сказала, нет, я своими детьми не торгую. И он мне начал там угрожать. И не знаю, что. И так пена сорта шла у него. А люди все видят только так, как хотят. Им нравится движняк. И всякая фигня, всякая грязь. Они только через это цепляются за что-то. И видео смотрят там, где грязь. Там, где еще что-то. А если действительно что-то настоящее, живое, они хотят это все обхаять. Потому что чувствуют свою приземленность. Не чувствуют себя в настоящем. Да бог вам судья. Все, кто пишете, это все фигни. Я знаю, кто я и что я делаю. Вот так вот. Так что, буду отдыхать. Реально устала. Даже ногти надо подочищать все. Хотя я помылась, но надо так маникюрчик сделать. Неприятно так ручки после дороги. После этого все тут заусеницы. Или заусеницы. Не пофиг. Всем добрый вечер, мои любимые. Добрый, прекрасный вечер. Календарик я тоже взяла. Так что не переживайте. Люблю вас. Добрый вечер.